Всем привет, с вами Тарея, и добро пожаловать на новое видео, и это вторая часть, да-да-да. Первую вы можете посмотреть по ссылочке в описании, либо вот где-то здесь сейчас будет подсказочка. Ну и, конечно же, да, давайте перейдем к разбору того, что же вам стоит знать, если вы хотите успешно действительно пройти прослушивание. Ну, а я вас всех очень сильно люблю, мои зайки. Ну и, конечно же, да, подписывайтесь на мой инстаграмчик. Ну и также, минуточка благодарности за оформление спонсорской подписки. Ну и, конечно же, вся информация по поводу спонсорства всегда есть по специальной кнопочке под видео. Ну, а мы начинаем! Следующий немаловажный пунктик, о котором я тоже огромное количество раз говорила, но он все еще вызывает вопросы. Это то, что, пожалуйста, ставьте свою собственную хореографию. Они хотят видеть то, как вы, так скажем, танцуете в естественной среде, а не как вы повторяете за кем-то. И, соответственно, если вы будете делать танцевальный кавер, то вас в голове будут сравнивать постоянно с оригинальным исполнителем, и это не сыграет вам на руку. Потому что, ну, вряд ли вы сможете перетанцевать оригинал. И поэтому, да, ставьте свои собственные танцы, готовьте свою собственную хореографию, и не цепляйтесь за то, что уже было создано до вас. Вот, по крайней мере, в этом случае так точно. Еще один немаловажный пункт, это то, что не будьте слишком активны в социальных сетях. Потому что, да, это может сыграть вам не на руку. И, да, компании не хотят видеть того человека, который уже популярен. То есть, одно время, да, они брали там различных ульжанов, которые уже популярны за счет своей внешности, но, как бы, как они были популярны за счет своей внешности, так они остались популярны за счет своей внешности, вне зависимости от того, стали они частью группы или нет. И, собственно говоря, тут вот компании из-за всех вот этих вот историй, которые сейчас происходят, они более внимательно следят за тем, что возможные какие-то будущие стажеры делают в социальных сетях. Так что, если вы там публикуете что-то провокационное, то будьте готовы, что им это не понравится, и они вас не возьмут чисто за это. Они не просто так просят оставлять вас ссылки на свои аккаунты в социальных сетях, вроде, например, если у вас есть канал на YouTube, оставить канал на YouTube, оставить там Instagram свой, оставить там, возможно, TikTok и так далее. То есть, да, конечно, если у вас просто какой-то аккаунт, где вы ничего не постите, ничего не делаете, им будет как-то все равно на это. Но если вы человек, который делает довольно странные вещи в социальных сетях, либо же, например, публикует фотографии, как он там где-то тусуется с друзьями, то будьте уверены, что увидев это, компания вас не возьмет к себе. И они вас сразу просто отбросят, потому что им надоело уже разбираться с вот этими вот историями стажеров-айдолов, которые такие, ой, никто об этом не узнает. А потом проходит пару лет, и их, блин, выпирают из группы за то, что они накосячили когда-то там несколько лет назад. Так что будьте осторожны. И не надейтесь на то, что если вы будете публиковать свои там какие-то каверы в интернете, то компании вас тут же заметят. То есть, если вы не будете участвовать в их прослушиваниях, то они с большой вероятностью вас не заметят. Это очень-очень-очень маленький процент, вот знаете, где-то 2% из 100, что они обратят на вас внимание, если вы, например, там на YouTube или в Instagram свои каверы публикуете, либо же вы свои какие-то исполнения публикуете. Нет, они об этом узнают, они это увидят, только если вы отправите им ссылку на это, либо же если вы их отметите в социальных сетях в то время, когда они проводят прослушивание. Потому что в таких ситуациях они обычно просят оставить специальный хэштег, отметить как-то их аккаунт, и таким образом вы будете принимать участие в прослушивании. Если же нет, то с большой вероятностью какие-то действительно стоящие компании на вас не посмотрят таким образом. И поэтому, да, будьте максимально насторожны, если вы, например, оставляете хэштег аудишен, гипоп аудишен, гипоп трейни и прочие вещи, и вам вдруг пишет какая-то компания, которая предлагает вам поучаствовать в их прослушивании, а это вот всего-то ничего, отправьте-ка свой там максимально альный танец. Нет, не верьте в это, потому что это максимально странно. И велика вероятность, что это действительно не настоящая компания. Когда-то у меня было видео, связанное с этим, вы можете его поискать на моем канале, там много пунктов, связанных как раз-таки с тем, как вас могут обмануть, прикинувшись компанией. Также немаловажный пунктик это то, что следите за своим внешним видом. Вам просто придется выглядеть хорошо, потому что если вы выглядите не очень, то с большой вероятностью на вас не особо обратят внимание, потому что если вы сейчас посмотрите на тех людей, которые присоединились к компании, ну где-то год-два назад, либо же группу вот эти вот новые, которые сейчас дебютируют, какие участники присоединяются к компании, то есть вы посмотрите на их предебютные фотки, и вы такие, как это вообще работает? Потому что они изначально уже очень красивые. То есть если это прям такая визуальная какая-то группа, то они изначально были довольно такими визуальными. Они были очень яркими, очень красивыми, они были в форме, они, то есть при фигуре, при лице, так скажем. И соответственно, да, чтобы привлечь к себе это самое внимание, вам стоит заботиться о себе так, чтобы даже без макияжа и самой простой одежде вы уже выглядели достаточно хорошо. И соответственно, да, вам придется позаботиться о собственной фигуре. Ну а тренировочки различные вам с этим помогут. Конечно же, момент, который касается одежды, макияжа и всего прочего. Не надо делать кей-поп макияж, пожалуйста. Не надо одеваться как там кей-поп айдол какой-то. Нет, просто носите удобную одежду, максимально комфортную для вас. Не используйте макияж, либо используйте, но самый-самый-самый минимум. Потому что они хотят видеть чистый лист. И да, я до сих пор помню ту ситуацию, когда, в общем-то, парень пришел на прослушивание, и к нему действительно подошел менеджер, и стал спонжиком ему глаза тереть, потому что тому показалось, что они у него накрашены. И да, вот по этой причине вам стоит быть ненакрашенными, чтобы вам никто ничего не тер и вас не просили умыться. Они хотят видеть чистый лист, с которым они смогут сделать все, что угодно. Именно по этой же причине они не хотят видеть людей, которые уже очень популярны в социальных сетях в виде своих там стажеров-айдолов. Потому что это уже люди, сформировавшиеся в какой-то образ. Они не хотят образ куда-то там погружать. Они не хотят что-то строить вокруг этого образа. Они хотят создавать свой собственный продукт. Они хотят создавать свою собственную вот эту вот картинку, которую они смогут развивать в любом направлении. Так что да, будьте естественны, будьте собой и показывайте свои таланты. И не надо никаких ярких макияжей и странных нарядов. И вот еще один момент, о котором я часто говорю, но многие почему-то не прислушиваются к нему и не понимают, зачем это. Потому что, ну я же хочу в одну единственную компанию. Значит, стоит подавать заявку в одну единственную компанию. Но это не так. Если вы действительно хотите стать артистом, вы хотите стать айдолом, вы хотите стать тренией изначальной и так далее, то вам придется подавать заявки в разные компании. Вам придется просто везде их отправлять. Вот вы видите прослушивание? Отправьте! Лишним не будет уж, поверьте. И, соответственно, таким образом вы также будете набираться дополнительного опыта. Ну и вам стоит понимать, что чем меньше заявок вы подаете, тем ниже ваши шансы. Чем больше заявок вы подаете, тем выше ваши шансы. И, соответственно, сейчас из-за всей вот этой вот ситуации в мире, многие компании активизировались с онлайн прослушиваниями, даже если до этого их у них не было. И, таким образом, вы можете просто из своего дома рассылать эти заявки сколько угодно. Вот просто да, особенно если вам уже есть 14 лет, потому что до 14 лет вам понадобится согласие родителей, после 14 в принципе нет. И, таким образом, да, записывайте свои танцы, записывайте свои вокальные там какие-то номера, рэп свой и так далее и тому подобное. И отправляйте заявки. Показывайте себя как можно более полно, как можно более интересно. Показывайте себя с разных сторон, и не исполняйте один и тот же материал на всех прослушиваниях, потому что у компании разные вкусы. И, таким образом, да, вы наберете такой вот большой музыкальный багаж, в некотором смысле, пока вы будете просто подавать заявки. И, да, таким образом, вы действительно можете увеличить свои шансы, потому что компания все-таки всегда старается смотреть на конкурентов, в некотором смысле, чтобы было удобно, вот подстраивать вот эти вот прослушивания. И, таким же образом, если вас, например, пригласят на какие-то следующие этапы, то это будет происходить максимально быстро, несмотря на то, что они обычно говорят, что вот 2-4 недели, ждите, да-да-да. Но чаще всего, если вы, например, поучаствовали в онлайн-прослушивании, если вы поучаствовали в обычном живом прослушивании, то вам отвечают буквально в течение нескольких дней, потому что компания тоже понимает, что если человек приходит на прослушивание, то, скорее всего, он подает заявку куда-то еще. И, соответственно, если они видят действительно талантливого человека, то они прям активизируются. И они не хотят, чтобы этот самый талантливый человек попал к их конкурентам. Они хотят забрать его сами. Поэтому, да, вам стоит быть готовым, что если вам действительно не ответили там в течение недели, то, скорее всего, вы не прошли, и вам стоит потренироваться побольше, вам стоит получше развить свои навыки и так далее. И не ждать, что действительно все компании там будут кидаться на вас. Потому что немаловажный факт, это то, что большинство айдолов, которых вы сейчас видите, это было не их первое прослушивание, когда их взяли. Нет, это было там десятое прослушивание где-то. И поэтому вам стоит понимать, что если вы подаете заявки, то вам реально стоит подавать их как можно больше. И не надеяться, что первая же компания на вас набросится. И как бы скажет, ой, и будьте, будьте нашим тренером, будьте нашим айдолом. Нет, нет, нет. А точно так же, как на быстрый дебют, не стоит надеяться, потому что это такая вещь сомнительная. Но при этом, если вы уже раз двадцать со своими улучшенными там во много раз навыками подавали заявки, и вас все еще не приняли, то, скорее всего, у вас в этой среде ничего не получится. И вам стоит попытаться в чем-то другом. Ну и, как я уже говорила, не бойтесь участвовать в различных шоу. То есть, если вы видите, что проводите какое-то глобальное прослушивание на какое-то новое шоу, то подайте свою заявку, это не будет лишним. И вы сможете действительно таким образом получить такой хороший шанс на собственное продвижение. И да, конечно же, учитесь на каждом прослушивании, не сидите без дела, не упускайте из виду какие-то советы, которые вам, возможно, будут давать в компаниях. И да, развивайтесь, становитесь лучше, показывайте себя самой-самой-самой-самой такой вот талантливой стороны. Не будьте тем человеком, который с одним талантом такой, «Я король, я все могу». Нет, потому что это не так. Есть гораздо более талантливые люди. И также вам стоит понимать, что из нескольких тысяч человек компании выбирают одного-двух. От силы «да». И когда вы подаете заявку в очень крупные компании, у них просто тысячи, 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 десятки тысяч у них этих заявок, и они могут не взять никого. Потому что они как бы все это просматривают, но они не видят тех самых прекрасных, талантливых людей, очень красивых. И также тот момент, как это то, что зачем они смотрят в сторону других стран? Почему они хотят видеть стажеров-айдолов из других стран? Потому что они хотят принимать тех, на рынок, кого они направлены. Например, если бы в группе Blackpink не было Лисы, которая из Таиланда, то у группы Blackpink не было бы такой большой фан-базы в Таиланде. Извините меня. И, соответственно, поэтому сейчас многие компании стараются хотя бы одного иностранного какого-то участника добавить в группу, потому что тогда они смогут привлечь денежки из той самой страны, откуда он. И да, показывайте себя самой лучшей страной. Будьте просто прекрасны, да. Но свое мнение обо всем этом, конечно же, пишите в комментариях, мне будет очень интересно почитать и все это там с вами обсудить. А я вас всех очень сильно люблю. Там всегда на манная. Я работаю на нюх. Клапсу не дан нюх. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok